Всем привет! В этом ролике мы раз и навсегда решим проблему с GeForce Experience, вызванной ошибками, которые вы сейчас видите на экране. Это наиболее часто встречающиеся ошибки, не дающие покоя огромному количеству пользователей видеокарт NVIDIA. Существует три основных способа устранения ошибки. Первый, самый очевидный, это полное удаление и переустановка GeForce Experience. Второй, настройка служб NVIDIA. И третий, установка прошлой версии или бета-версии приложения. И давайте рассмотрим каждый способ отдельно. Итак, чтобы полностью удалить приложение, вам нужно зайти в панель управления, выбрать категорию удаления программы. Найдите в списке приложений GeForce Experience и удалите его. Рекомендуется дополнительно очистить реестр с помощью приложения Ccleaner. Просто заходите в раздел «Реестр», нажимаете на поиск проблем и затем на «Исправить выбранное». После этого введите в поисковике NVIDIA GeForce Experience и скачайте установочный файл с официального сайта производителя. Ссылка на Ccleaner будет в описании. Переходим ко второму способу, который еще проще. Запустите программу «Выполнить» с помощью комбинации клавиш Win плюс R. Затем введите в поле «Сервисы», чтобы запустить службу Windows. В открывшемся списке служб вам нужно найти все службы, которые начинаются на NVIDIA, то есть те, которые связаны с приложением. После этого поочередно открывайте свойства этих служб и переключайте тип запроса на «Автоматический». При этом после этого каждую службу необходимо запускать. Далее нажимайте «Ок» после всех действий для каждой службы. Если не получается выполнить эти действия для службы NVIDIA телеметрический контейнер, то вам нужно открыть ее свойства, перейти на вкладку «Вход в систему» и выбрать «Системной учетной записью» вместо «Обычного» с учетной записью. Нажимайте «Ок» и пробуйте запустить приложение. Третий способ подойдет тем, у кого нет службы NVIDIA телеметрик контейнер или тем, кому не помогли предыдущие способы. Для начала вам нужно удалить приложение согласно первому способу, затем установить старую версию, которую вы сейчас видите на экране. Но после установки и запуска старой версии не закрывайте окно приложения, иначе оно начнет обновляться и ошибка возникнет вновь. После успешной установки зайдите в панель управления и найдите категорию «Параметры папок». На вкладке «Вид» в самом низу вы найдете пункт «Показывать скрытые файлы, папки и диски». Установите на нем чекбокс, если он еще не установлен. Далее вам нужно зайти в папку «Приложение». Путь к ней вы видите сейчас на экране. В папке будет два файла. Откройте первый из них с помощью блокнота и удалите все, что идет после слова «Даунлода». Сделайте то же самое и со вторым файлом. Сохраните изменения, а также выберите в свойствах файлов в атрибутах «Только чтение». Таким образом вы сможете пользоваться прошлой версией приложения, и оно не будет автоматически обновляться. Что ж, один из этих способов точно поможет вам решить проблему с ошибками в GeForce Experience. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если какой-то способ вам помог, и пока.